Каникулы в самом разгаре. Девочки ищут сокровища. Наконец-то, ребят, я сделаю это. То, что я делать не люблю. У нас ЧП. Все, паника началась, паника. Короче, знаете что? Я не буду молчать. Мне не понравился результат. Делал набор что-то позитивное, а вам в итоге жалуются. Ну, поедушка на сегодня. Всем огромный привет! С вами Виктория Портфолио. И мы сейчас вылетаем на отдых. И вылетаем мы из Дубая. А почему? Потому что здесь мы встретили Новый год. Поэтому вы можете посмотреть предыдущее видео, чтобы узнать, как мы встретили Новый год, какие подарки получили девчонки, узнать о всех плюсах и минусах отдыха в отеле Парус в Дубае. А сейчас мы полетим с вами, знаете, куда? Говорить? Хотя какая может быть интрига, если название на обложке-то написано? Все, можно говорить. В общем, летим мы на Мальдивы. Лететь из Дубая нам 4 часа. Мы берем вас с собой. Это планируется нереально красивый отдых. Продолжение каникул. Потому что сейчас начало января. Каникулы в самом разгаре. Но только самое главное, мы чуть-чуть школу пропустим. Два денечка и все. Два дня девочки пропускают. Потому что начало учеба 10-го, а девочки прилетят 12-го. Знаете, самое интересное, что мишки не поместились в чемоданы. Потому что у нас в Дубае был небольшой шоппинг. И девчонки их в руках понесут. Подписывайся на канал Виктория Портфолио. Да, что-то там написано Злата, по-моему. Вам показалось. Ну что, перед вылетом связываешь с креветками. Нас забирают из паруса. Едем, летим на Мальдивы. Смотрите, какая опция в этом эвакуасе есть. У меня, кстати, новый телефон наконец-то не прошло. И несколько месяцев после его выхода обычно я всегда сразу покупала новый телефон. Потому что я блогер, мне нужно, чтобы камера была лучше, чтобы микрофон был лучше, чтобы продвижение было лучше, зум. Но в этот раз еще телефон сомненьшим не отличался, что я и не торопилась. Короче, вот смотрите. Кумс, можно заряжать, но он не заряжается. И еще. О, заряжается. Ну что, кто хочет на Мальдивы? Девочки немножко расстроились, что мы уезжаем из Дубая, так как им понравилось в отеле Парус. Ну, вы в предыдущем влоге посмотрите, как там проходил наш отдых. Мне, кстати, Парус очень понравилось там делать желание. Да. Так, посмотрим, что у нас. Что-то снова не заряжается. Кто заряжается, кто не заряжается. Все, нас встречают и ведут в лаунж. Мы уже, честно говоря, по пути чуть ли не заснули. Вот так вот нас ведут. Это очень удобно. Сонные тут девчонки у нас, сонные. Такая вот зона ожидания прохождения паспортного контроля, морхаба. А тем временем мы мечтаем только об одном со златой, чтобы в бизнес-лаунже были диваны. Не только кресла, но и диваны. Я тоже мечтаю. Потому что мы хотим спать. Нас везут в лаунж. Так, вижу Мэйсен Францис Куркиджан. Очень нельзя интересовать. Может, далеко ехать. Ну что же, мы пришли в бизнес-лаунж. Наша главная цель – найти диванчики. Именно чтобы не кресла были, а диванчики. А тут, смотрите, везде кресла. В лаунже можно перекусить. Тут огромный выбор. Но нас интересует раскладывающиеся кресла или типа кроваток, что-то. Здесь где-то должно быть. В итоге мы нашли вот такие вот комнатки, где можно полежать. Еще пледики надо взять. Здесь выдают. И вот так вот спокойненько мы сейчас расположимся. Ну все, теперь нас забрали в бизнес-лаунж и ведут в самолет. Везут даже. Аэропорт большой. Ну, короче, вы поняли. Вот и наш самолетик. Сейчас вам быстренько сделаю обзор. Ну что, мы уже на месте. Вот это сонные глазки. Ну, сейчас в 4 часика поспим. А потом нам еще на втором самолетике, который будет на воду приземляться, кстати. Первый раз девчонки на таком полетят. Мне очень нравится авиалиния Fly Dubai. Все такое новенькое. Не знаю, прям зашли. Особенно подборка фильмов, музыки, как я вам говорила. В общем, все прям супер новенькое, прям приятно. Все сенсорное. Обзор мой будет неполным, потому что в лужин я вам показать не смогли. Потому что буду спать. В общем, не буду жить. Ребят, Миростал встает, наконец-то. Как Миростал говорит, лохмадый тролль. У нас три дня и вот он. Сразу с трапа. Мы в СИП-терминале. Здесь для нас уже был забронирован вот так вот столик, потому что организация поездка занимался Максим, поэтому все очень четко. Сейчас мы позавтракаем, потому что в самолете мы ничего не ели. И нас заберет гидросамолет. И мы полетим на остров. Так, ну что же, нас забирают на автобусе. И мы едем до гидросамолетика. Вот такой аэропорт для, можно сказать, водных самолетиков. Нас сюда привезли. Так, смотрите, наши чемоданы уже там. Вот их задалека видно. Вы уже знаете, как наши чемоданы выглядят. Все, ребята, мы прибыли. Ну, все, ребята, нас везут на виллу. Сейчас будут делать обзор. Нам сразу проводят экскурсию, пока везут на виллу. Шикарный, ребята. Вот нам проводят экскурсию. Шикарный пассейн. Это спа, треугольник, рома и рецептика. Обратите на 10 в час до 18 в час. Так, это японский ресторан. И для детей, чтобы ходить на море, это очень легче. И плюс рестораны, детей, очень близко к здесь. Ну что же, Мальдивы нас встречают дождем. Давайте быстренько пока пробежимся по вилле. Так, что у вас тут? Мы встречаем не с дождем, но и с подарком. Что, карамельки тут? Да, карамельки. Ваши любимые карамельки, да, Мирослава? Так, что у нас тут? Welcome. Уже для нас с Максимом. Давайте пройдем дальше. Сейчас я вам покажу, где мы будем умываться. Это самое необычное место. Где мы будем умываться? Прямо что-то наше. Да, и знаете, что здесь очень все так минималистично, все очень стильно. Отель прям совсем новый. По-моему, в прошлом году его построили. В 2023, да? Да, в 2023, кстати. Точно. Прошлый год-то буквально пару дней назад был. Так, и прикиньте, прикиньте, по-другому не скажешь, где мы будем чистить зубы, умываться, принимать ванную. Вот здесь. Вы представляете, как классно? Ну все, ребят, мы официально начинаем этот отдых. Кто-то сразу надел купальники и бегом под дождем тропическим. Вот так вот у нас вилла, получается, вот так вот выход к воде. Очень классно. Я хочу пассейн. Давай, иди в пассейн. Не хочешь здесь пассейн? Нет, не надо себе больше. Одинаково. Все, одинаково. Идеально. Если у вас не было сестры или брата, вы не поймете, что сейчас был за ритуал. Чтобы вот прям одинаково яблочный слух был разлить нужно. Мы пришли на пляж. Какая красота. Дождик закончился. Вау. Как вам? 2024. Мы решили пообедать после самолета. Мирослава и Злата искупались. Ого, так посмотрите, какой я заказала себе. Просто цезарь. Вот это, да. У Максима кетчуп за день. Рыбка. У Мирослава супик, у Мирослава салатик овощной. Злата увидела супик. Вкусняшки. Вкусняшки. Представляете, мы пришли на виллу после обеда и как распогодилось. Просто невероятно. Поспали пару часиков. Еле-еле, честно говоря. Встали. Но не хотелось уж целый день спать. В общем, сейчас оделись. Идем в ресторан. Девчонки не понимают, какая погода. Оделись как-то так. Мирослава разговаривает по видеосвязи с подружкой. А, и Злата тоже. А, у вас разные разговоры, что ли? У одной, один, у второй, второй? Давайте посмотрим. Смотрите, одна улица, а эта улица. А, вы подключены обе, да? К нас привезли на ужин. Красава. Начинаем наш ужин. А я заканчиваю. Заканчиваешь? А я рис. Как только десерт? Как только десерт? Как поклонишься. Кстати, я сегодня буду первый раз пробовать суши. Ой, кстати, это очень интересно. Да. Вот рис, соевый с овощами и овощами. Вот такой вот у нас прекрасный ужин сегодня. Шумволн великолепный. Думали, планктон есть, который светится. Сейчас прошлись по берегу, нет планктона. Как я сегодня вечером чистила зубы чаяк, ребят. Представляете, открываю вот такой вот Dental Kit, зубной набор. И тут вот зубная щетка, я вот почистила зубы уже. И представьте, место пасты, вот такая вот баночка стеклянная с крышечкой из пробки. И здесь вот такие вот таблеточки. Я не понимала, как пользоваться. Но здесь вот видела инструкцию. Написано, что нужно, получается, как разжевать, да. И все, и почистить зубы. Это было так удобно. Не надо ничего выдавливать. Не надо никаких вот этих вот чубиков зубной пасты. Это очень удобный формат. Мы решили на завтраке сесть в помещение, потому что очень жарко на улице. А здесь, по крайней мере, кондиционер. Видите, как жарко, смотрите, все такое запотевшее. Сейчас мы немножко позагораем, поплаваем, а потом пойдем посмотрим с вами, как выглядит здесь Kids Club. Очень красиво, да, все? Ребят, ну какая же красота. Просто рай какой-то, посмотрите. Так, ну что, девочки после загара пришли в Kids Club. Сейчас будет какая-то программа тут. Вот принесли для поделок какие-то лесночки. Ну что же, все, мы наслаждаемся закатом. Посмотрите, какой у меня красивый загар. Девочки все еще на квесте ищут сокровища. В детском клубе устроили такой квест. И плюс еще они разрисовывают футболки сегодня. Ребят, наслаждение. Арбузики просто шикарные. Ой, летучая мышка летит, летучая мышка летит. А мы идем в номер, готовятся к ужину. Тут столько летучих мышек, они такие красивые. Милашки просто. Да, просто милашки. Выходим на ужин. Я не успела даже досушить волосы, но это не проблема, потому что здесь очень жарко, и они сейчас сами высохнут, пока мы на баге доедем до ресторана. У Мирославы та же самая ситуация. Тоже помыла голову и тоже не досушила. Едем в ресторан. Кто там зевает уже? Так, вот у нас такой ужин. Утро начинается. Начинается. Солнце улыбается. Улыбается. У нас просто, ребят, день сурка. Мы пришли на завтрак. Огурчики златины любимые. Разбирают их, да? Ну, сейчас их принесут еще. Ну, все, я готова. На мне купальник и такое прозрачное платье в пайетках. Это, кстати, один из моих любимых дизайнеров питерских. 404 Not Found. В общем, что вам хочу сказать, что Мирослава Злата тоже готова. Знаете почему? Потому что нас сейчас забирает на Private Island, на лодочке. У нас будет невероятно красивый ужин на закате. Я сама не понимаю, как все это будет выглядеть. Но, судя по моему виду, я надеюсь на очень красивое, эффектное локацию для лоток. Куда мы мчим? Мы мчим, сами не знаем куда, на какой-то великолепный Private Island. Сейчас нас забирают на лодочке, и мы будем там встречать закат. Смотрите, мы тоже не знаем, куда мы едем. Да-да-да, вот тоже рассказываю вам. Да-да, я не видела. Мама, ну, такой-то великолепный. Я просто Паша-липка. Ну да. А, уже на кивке, да? Все понятно тут, ребят. Ну а Тосечка у нас поцарапалась в коралл, и папа ей сейчас обрабатывает и заклеивает ранку. Бывает. Крабики вгут, Мирослава Злата вгут. Ну что, Мирослава Злата, как вам поездка на закат? Очень красивая. Мне так понравилось. А что понравилось? Мохито. Понятно, понятно. Света и графика. Понятно. Я, ваша рыбка сияющаяся. Ну что, девочки у нас ужинают. У них отдельный столик. Они заказали себе пиццу. Сейчас ждут подружку, да? Мирослава, да? Ну, я тоже тушу быстро. Конечно, вот у Златы волосы просто. Посмотрите, насколько белые. Это вообще как? Я думала, потемнеет. Не, не темнеет. Дождались девчонки. Человек друзей. Вот злата. Мирослава. Мирослав. Мирослава снимала обзор для лайки. В пижамке зашла в бассейн. Доброе утро. Я тоже хочу водичку. Пришли на завтрак. Красота вообще неимоверная. Злата сделала себе гамбургер. Там у нее сыр, ветчина. Вот смотрите, специально принесли сыр, ветчина и огурчик. Вот она сделала себе такой гамбургер. А у Мирославы что? У Мирославы любимые хлопья. Мирослава любит на завтрак хлопья. Ну и жар да яйцо, да, всегда почти что ест. В общем, делюсь советом. Это самый удобный в мире купальник. Вот эти треугольнички, они вечно сдвигаются, спадают. Не то, что спадают, то есть ты набукляжешь, они сдвинутся, наклонишься, они как-то сдвинутся. То есть нет вот такой вот фиксации. А это самый удобный в мире купальник. В общем, бренд РС. Можете аналоги тоже найти. В общем, очень сильно советую. То есть он прям зафиксирован, что бы я ни делала. Видите, как он плотненько сидит. Мне это очень нравится. Ну и стильный такой минималистичный. Тем временем, как дети проводят время, построили себе шалаш и заказали туда пиццу, да? Да, ждете пиццу? А я сзади тут. Ну что, девчонки сейчас поплавали, собираются в детский клуб. Я хотела им сказать, скажите пару слов об отдыхе. Они ничего, что такое, пару слов. Им кажется, пару слов. Пару, пару слов. Пару слов. Мне так понравилось. У нас компания из шести человек. Я съела арбузика. У нас вообще тусовки. А скажите мне, как вам больше нравится, где в Дубае или на Мальдивах? Там и там. Теплее. Теплее здесь, да. Подходим к вилле. Обратите внимание на мой загар. Просто. Я нереально загорела. Так. Ребята, смотрите, что написано возле виллы. Очень мило. Очень мило. Покажи, Злата, свой образ. Выйди немножко. Это только Злата у нас может так одеться на Мальдивы. Я буду так в ресторан надеться. Не-не-не, Златика. Но это мы для видео надевали. Злата тренд танцевала. Вот. Очень крутые, конечно, Злата. Но в ресторан лучше пойти без них и без корсетов. Просто в футболочке и в юбочке. А, Мироцлава, что делаешь? Ложки кокосиком поливаю. Точнее, водичкой. Но это кокосик. Мы сейчас снова идем на ужин. В принципе, здесь на Мальдивах день сурка. Мы просыпаемся, идем на завтрак, потом к бассейну, а потом на виллу собираться к ужину. Ну, мне это очень нравится. На самом деле, кажется, все просто, но у меня очень много дел, связанных с блогерством. Очень-очень много. Я постоянно чувствую панику, что я ничего не успеваю, мне надо с этим что-то делать. Много соцсетей, еще и девчонки. Но, по крайней мере, в этой атмосфере все равно как-то легче. Хотела набрать что-то позитивное, а вам в итоге жалуюсь. В общем, едем на ужин. Будем есть морепродукты разные. Да, девочки, да. А какой мы ресторан? Конечно. А здесь всего два ресторана. А, в котором мы обычно везем. Но не в котором. Да, да. А в котором были позитивные. Да, да, да. Все. Ну что, дети у нас за своим столом ужинают. Очень большие порции, ребят. Ну что, следующий день. Мы идем на завтрак. Красота вокруг, конечно. Вы вообще представляете, своими глазами такую картинку видеть? Это вообще как? Вот так вот мы лежим сегодня на лежачках. Нам предлагают разные напитки. Девчонки плавают с другом. В общем, у Златочки сломались плавательные очки. Мы решили зайти тут в магазин. Мы, в общем, купили ей плавательные очки такие, только розовенькие. Я хочу вам какой-то подарок купить, но не понимаю, что. Вот прям не понимаю, что. Потому что хочется что-то такое классное купить, а тут все такое более сувенирное. Я хочу что-то купить, чем бы вы могли пользоваться. В общем, подумаю, что бы вам такое купить. Вы пока комментарии пишите, потому что я из комментариев выберу того, кому отправлю подарок. Правда, я пока не решила, что бы вам купить такое. Так, 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 так. Может, какую-то рубашку красивую вам купить, не знаю. Сейчас подумаю. Думаете, я в теплом платье? А нет, а нет. Сейчас хотела пойти вот в этом вот платье. Шикарно. Но... Сейчас его буду вешать. Но я сейчас снимала как видео, как я в нем бегала по воде. Найдете, сами знаете где. И, соответственно, оно мокрое, и в нем как-то некомфортно стало. Пришлось переодеться. Идем на ужин. В общем, настроение шикарное. Девочки получили галочки. Такие радостные вообще котики. Ну что, вот у нас такой ужин. И, как всегда, девочки за отдельным столом. Злата супер-блондинка. Как такое может быть? Ты как будто из Финляндии. Ребят, мы спа отложимся. Я заметила, что у Мирослава волосы тоже... Другой стороны повернись, вот другой. Не челка, а другой. У Мирослава волосы тоже выгорели. Представляете? Вот в пижамке-то, смотрите, в какой. Правда, великоватый немножко, видите? Но ничего. Ничего, это все решаемо. Блин, волосы белые у Мирослава тоже. Мне очень понравилось вот так вот, такое вот облиночку. Да? М-м-м. Что там происходит? Ой, ребят, как ярко. Доброе утро, Мирослава. Туся сегодня в настроении, как видите. Туся, ку-ку, Туся. Ой, смотрите, ой, ой. Кто сегодня такой же, в таком же настроении, как Туся? Надеюсь, мой влог поднимет вам настроение. Мы сейчас с Максимом на пляже с девчонками, а чуть позже девочки пойдут в детский клуб, а мы сходим в спа на массаж. Ведем детей в детский клуб, а сами на массаж. Так, ну что, мы подошли к детскому клубу где-то здесь. Вот здесь девочки вчера мороженое готовили. Ой, или молочные коктейли. Молочные коктейли. Мам, какой-нибудь интересный активити будет, я в Мирнайке здесь не буду. Посмотрим, как здесь выглядит спа. Красота вокруг. Я не верю своим глазам. Делюсь с вами, делюсь с вами видами. Ну что, нам сразу принесли салфеточки. Влажные полотенца, ледяные. Обычно горячие приносят, но на Мальдивах приносят ледяные. Ведут нас в массажный кабинет. Вот это да. Почему-то детство вспоминается, да? Да, ну не знаю, что-то такое, да. Вот кроме вот этой вот красной штуки не было, так вообще отлично было бы. Ну что, ребят, сейчас мы надеваем одноразовое белье и идем на массажи. Вернулись в массаж, я помыла голову. Кстати, массаж мне абсолютно не понравился. Знаете, бывает так массаж делают, как бы вот до тебя дотрагиваются, якобы делают нажим, но вот как бы человек якобы вот делает, вот со стороны кажется, что я делаю нажим, но я практически не делаю нажим. Я вот это прям чувствую, как будто человек прилагает усилия, но он их не прилагает. Это очень странно как-то даже объяснить. В общем, был вот такой вот массаж, и меня, как и в парусе вдобай удивила цена на двоих, на нас, Максим, стоила 50 тысяч рублей. No comments. Короче, сейчас я, почему так вот села, камеру перед собой поставила, меня очень многие попросили рисовать, как я рисую свои стрелки, сама быстро. Честно говоря, думаю, что уже 150 уроков есть, как стрелки рисовать, но вот раз вы меня попросили, беру тоненькую кисточку Мак, вот годы идут, а все, эту кисточку я раз в несколько лет обновляю. Раз в пять, наверное, лет. 211-я. И вот Paint Pot. Еще тоже с тех времен, я им тоже лет 10 назад начала пользоваться, и вот каждый раз тоже обновляю. Итак, смотрите, берем салфеточку обязательно. Немножечко вот так вот подставляем, и ищем, где у нас тут века нависает. Вот здесь вот заканчивается. Да, видите, вот эта линия нависания, вот она идет, 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 и вот здесь вот заканчивается. Значит, наша часть вот этой нижней стрелки должна быть ниже, чем это нависание. В общем, быстро говорю, чтобы не засохло. Ой, как я даже не знаю, буду красить, короче, ни в зеркало не видно, ни в телефон не видно. В общем, идем, идем. Нужно прямо подальше довести, подальше, подальше, чтобы именно вверх, когда мы пойдем, чтобы не пересекать вот это вот нависание. В общем, вот так вот подальше, и теперь вверх, когда мы идем, мы не пересекаем это нависание. Видите, вот уже красиво, да, получается. Тут вот начало, конечно, мы выравниваем. Это обязательно. Вот здесь вот глазик уже можно подтянуть нормально. И вот здесь вот выравним начало. Можно прямо с самого начала подрастушевать. Вот. Вот у нас и красиво очень построилась снова наша стрелка. И теперь наша задача при открытых глазах соединить прямую линию такую прорисовать. При открытых глазах. И все. И мы получим очень крутую стрелку. Меня постоянно спрашивают, Вика, как ты ее рисуешь? Как ты рисуешь? Да вот как бы вообще элементарно. При том, что мне нависшая века. Ребята, я не знаю, как мне это сделать. Может, телефон попробуй сделать. При открытых глазах вот такую прямую линию рисуем. на ощупь делаю, ребят. Это, конечно, жесть. Но даже, даже, ребят. Даже при том, что я ничего не вижу. Даже уже сейчас неплохо получилось. Сейчас подровняю все уже нормально в зеркало, а не в телефон. И вы увидите, какая красивая стрелочка получается. Заполнила все пустоты. И все вот такая вот стрелка. И я вот так вот в сторис выкладываю все. Вика, как на отдыхе? У тебя же нет из-за жизни никакого. Кто эти стрелки такие сделал? Вот, вот так вот. И сейчас на втором глазике сделаю. Как тебе, Злата? У меня тут зритель появился. Ременьчик. Как тебе? Ну, красиво, красиво. Так, но? Но там в конце чуть-чуть не прорисовано. Вот прям видно. Ну, издалека не будет видно. Главное, ребят, издалека не видно. Вот это главное. Вот здесь. То есть самый кончик еще продлится, чтобы супер тонкий был. Да, ты хочешь? Давай. Да я не смогу в телефоне сделать. Давай я тебе... Не-не-не-не-не-не, Злата. А второй, давай ты мне второй глазик нарисуешь. Да-да-да, ребят. Второй глаз нарисует мне Злата. Сейчас вы увидите результат. Видите, Злата по моему видеоуроку сейчас мне второй глаз нарисует. Ну, Злата, получается? Да, все. Смотрите, даже ребенок понял, как рисовать мои фирменные стрелочки. Итак, ребят, пришло время поделиться с вами своими впечатлениями об этом отеле, потому что уже завтра мы улетаем, и сейчас я могу в полной мере составить свое мнение. Итак, отель-то достаточно новый, еще абсолютно не раскрученный. Но я думаю, что скоро, конечно, он будет полностью заполнен. Сейчас, конечно, он не полностью заполнен, но это классно. И русских здесь не так много, но чувствую, что скоро их количество увеличится. Значит, по поводу отеля. Нам его посоветовал наш друг, который был в очень многих отелях на Мальдивах. И так как наш любимый отель был занят на новогодний период, то он посоветовал нам, как альтернатива, вот этот отель. И, конечно, после вот этих вот роскошеств Дубая, после вот этого золота Дубая, помните наш номер в парусе, потому что мы, как вы помните, из Дубая на Мальдивы прилетели. Мы в Дубае находились недельки-полторы. Конечно, здесь все очень минималистично, аскетично. Прямые линии, стекло, дерево, камень. В общем, прям, знаете, полная смена картинки, полная смена обстановки. То есть для тех, кто любит минимализм, не любит вот какие-то излишества, а кто любит, чтобы было просто стильно все, просто, ну как просто, понимаете, да? Чтобы так свободно дышалось, так скажем, то, конечно, вам понравится этот отель. Для меня главный плюс вообще отеля, любой отель я оцениваю по моему одному лишь параметру, самому адекватному, я считаю, параметру. Это цена-качество. То есть соответствует ли цена этому отелю? Да, соответствует. Все, значит, вообще вопросов нет. То есть как бы все. Если соответствие есть, значит, вопросов нет. Кстати, очень красивая птица у бассейна. Очень красивая. Здесь вообще очень много живности, когда спишь ночью вокруг виллы, тут разные-разные звуки. Даже в первую ночь мы услышали, как кто-то вот так делает. Мы подумали, что это Мирослава или Злата, вскочили с кровати, побежали к ним. Все, тишина, все спят. И мы поняли, что это птица. Какая-то так проморала, как ребенок. В общем, здесь так, в плане живности, интересно достаточно. Сегодня у нас какая-то программа, да, что у нас сегодня бар? Коктейль-пати, что-то такое, в общем. Так что все вам вроде быстренько рассказала. Одеваюсь к вечеру. Это только нижняя часть, а сверху будет платье такое прозрачное. Вот это прекрасное черное платье. Вы видели примерку этого платья, когда мы с Джейн собирали мне чемоданы. Джейн – это мой стилист. Так, смотрите, стрелки. Вот они, видите, какие? Вот, шикарные. Тут реально, ребят, как светское мероприятие. Такой вечер. Так, сходили на коктейль, а теперь я посткода не смотрю, пытаюсь. А теперь идем на ужин. Да, слишком роскошный образ у меня сегодня для баги. Ну что же, всем доброе утро. Хорошо было, Мариша, садится, девчонки, умыться. У нас последний день на Мальдивах. Скоро вот вместо этого вида мы увидим несколько другой вид. Ну что, реально, ребят, день сурка. Но от такого дня сурка, знаете, не отказаться, честно говоря. Не знаю, как мы завтра уедем. Все, у нас последний вечер. Сейчас мы с Максимом сели полюбоваться закатом. Все, завтра рано-рано-рано утром вылетаем на трех самолетах. Сначала на гидросамолете, потом на самолете до Дубая. Потом пересадка и уже от Дубая до Питера. Вообще, на самом деле, так обидно, что нет прямого самолета из Мальдива, то есть из Мале в Питер. Вот в Москву есть Мале Москва, а в Питере нет. Ну все, ребят, наш последний закат на Мальдивах в этой поездке. Сейчас идем за девочками. Они на вилле у друзей. Красиво, конечно, просто. Погода идеальная. Вообще, вот существует, если рай на земле, то это здесь, ребят. Так, ну что, девочки собирают чемоданы. У нас ЧП. В чемодан забежала ящерка. Тын-тырин-тын-тын-тын-тын. Делали. Вот непонятно. Все, мы последний день здесь. Я даже как-нибудь принарядилась в ужин, не накрасилась, не переоделась. Ну что, мы ужинаем. Девочки убежали с друзьями. Я что-то захотела суп. Бывает. А тут у нас легендарный питерский десерт Моця. Ну что, пробуем питерский десерт. Какая-то все вкусно. Это не то. Внутри мороженое. Должно быть, знаете, что внутри? Сыр маскарконе. Еще мне не нравится, когда они порезаны. Нужно именно само их там, в общем, разделять. Вот. Но все равно вкусно. Мирослава Злата прощается с друзьями. Это такое, знаете, прощание, как ребята сказали, наверное, никогда не увидимся больше. Всем доброе утро. 6 утра. Я пораньше проснулась, помыла волосы, начала их сушить. И сейчас пойду всех остальных будить. Представляете, я когда летела на Мальдивы, джинсы эти были у меня в обтяжку. А сейчас мы выезжаем, и они, видите, свободненькие чуть-чуть. Так что на фруктиках схуднуло. Мы готовы. Чемоданы собраны, запакованы. И мы ждем батлера, который нас заберет и отведет на гидросамолетик. Да? Мне так уже непривычно. Непривычно на высокую подошву. Ой, сейчас ты такая высокая будешь. Так выросла, мне кажется, Мирослава за время пребывания на Мальдивах. Так непривычно в такой одежде идти на Мальдивах. Привыкли тут, знаете, в купальниках, в рубашечках легких. Здесь бегают разные птички. Классно. Да, и ящики у нас. Да. Ну что, наслаждаемся последними минутками на Мальдивах, да? Хорошо, что мы успели позавтракать. Хоть у нас и ранний рейс, но не в 3 часа ночи. Приятного аппетита. Спасибо. Такие грустные котики. Ну все, нас везут к гидросамолетику. Ветерочек, ветерочек. Так, ну что, нам дали что-то. Я не знаю, что это. А что это? Яхта. Яхта? Посмотрите, что это. Ну что там, что там, ребят? Знаете, что там? Оказалось, что это дельфинчики. Девочкам уже такие дельфинчики, такие дельфинчики подарили в детском клубе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, спасла? Да. Отлично. О, ребят, за нами прилетели. СИП-терминал нас встречает с зонтиками. Все. Нас встречает трансфер. Еле долетели на этом маленьком гидросамолете, потому что сегодня облачно, сегодня дождь. Его, конечно, прям подкидывало. Злату укачало. Но, к счастью, в сиденьях были вот такие вот пакетики. Я с собой, кстати, взяла тоже на всех случаев для Златы. Конечно, еще интересно, они так всегда время преуменьшают, что туда летели мы час, что обратно час. Они, говорят, церковь пять минут. Почему они сказали правду? Сразу девчонок в аэропорту ловят. Ребят, погода, колодка, ужас. Ливень. У нас караган какой-то. На час сайта, вы видите, задержали рейс. Надеюсь, мы не опоздаем. На застыковке. В общем, все успеем. В Дубае у нас стыковка, пересадка. Все, садимся. Здесь очень-очень холодно. Хорошо, что мы тепло одеты. А то кажется, что жара на улице, можно и в самолет дне тепло одеваться. Но нет. Злате все. Злате лучше, видите, все хорошо. Они нашли, что, Годзиллу нашли, говорят, и Джуманджи, и хотят сейчас смотреть. Да, девчонки в шоке. Знаете почему? Потому что вот это вот количество телефонов сейчас я увидела в казаке у Максима, я не поняла, откуда столько телефонов, но если задуматься, то мы сейчас обновили, получается, себе телефоны. У меня два телефона, и, в общем, получилось, что просто как бы реально выглядит странно. Решила вам показать. Вот просто одна семья, в которой три блогера. Максим, держи, можно качать вообще себе. Руки накачать можно. Положи себе обратно в рюкзак. Уже до полета объявили, что будет турбулентность, потому что сегодня такие свободные условия. У нас с собой идет в самолете. Мирослава выпал зуб. Ну и поедешь, как же сегодня. Ну что же, в Дубае значительно по прохладе, чем на мотивах. Жалуюсь вам. Вы знаете, как я не люблю, когда цена не соответствует качеству. Мы, как всегда, взяли мархаба. Стоит мархаба в районе 150 тысяч рублей. При заказе чемодана 50 тысяч нужно платить на 100 и чемодан. Ну, понимаете, какая сумма. И нас просто забыли встретить. И мы сейчас пришли, нашли офис мархаба и выясняем, в чем дело. И мы такие, ой, да, ой, 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 а вы подождите, а мы, ой, 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 ой. А мы говорим, мы не можем сдать, у нас пересадка сейчас как бы, ну вот, я про то, что вы можете заказать мархабу, заплатить деньги, думать, что будет все классно, комфортно, но люди не выполняют свою работу. Вот это вот я не люблю и всегда такие моменты я критикую и вам сообщаю. Ну что, ожидаем последний самолет, на котором сегодня будем лететь в бизнес-лаунжи. Мирослава, как дела? Хорошо. Ну, у Мирослава побаливает горлышко, подустала. Да, чуть-чуть. Да, такой перелет, конечно, три самолетика. Я не успела вам купить подарок, а куплю пить ее. У нас, получается, отдельный автобус. Это наш, получается, последний третий самолетик на сегодня. Шесть часов полета, и мы дома. Летели девочки, рассказываю вам. Сейчас прилетаю, выключаю авиарежим, приходят сообщения от моей помощницы, чтобы Мирослава и Злату пригласили на детское радио. Слышите? Слышите? Вас пригласили на детское радио на утреннее шоу. Пока ждем кремоданы. Сколько я вам там говорила, мы заплатили за то, чтобы наш багаж из одного самолета в другой перенесли? Не помню. Ну, в общем, можете промотать. И наш багаж потеряли. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот так вот. Все получили чемоданчики свои, все ушли, а мы без своих чемоданов. Все, ребят, остановилась лента. Мы одни в зале. Максим пошел выяснять, какой план действий дальше наш. Так, нас, знаете, встречают на двух машинах, потому что багаж бы не поместился. Но, оказывается, это можно было и не делать, потому что мы без багажа, налегке. У меня вся косметика там, ребят. Да, все там, все там. Хороший. Ты скучал. Ты скучал маленький. Что, он похудел, Максим, как? Сладкий такой же, да? Рожечка такая загорелая и в новогодней пижамке непривычно. Медочкин ходит такой, расхаживает. Я даже в носочках. В носочках. А где Злата? Тусенчик, ты где? Где ты здесь там? Давайте, сказать, Тусенчик. Тоже в новогодней пижамке? Очень холодно. Да, в Питере холодно, да, да, да. Это тебе не Мальдивы. Самое ужасное, то, что я ложусь сейчас на кровати, у меня просто все холодно. Да, да. Единственное, что у меня теплое, это игрушки. Это же сердце. Да, в Питере морозы минус 28. Только игрушки теплые. Скорее всего, у меня дочь шоп-контент. Шоп-контент. Спустя сутки наш чемодан приехал. Чемоданы. Спустя сутки. Сутки прошли. А я думала, все-таки это неделя один раз. Да? Вижу не один раз. В общем, девочки все распаковывают. Сейчас все будут раскладывать. Это стирать, а это не стирать. Да. А это у меня второй носочек потерялся. Бывает. Но он чистый. В общем, распаковываю чемодан. Расстроилась. Сейчас купила себе витаминки приорин. Думала, ой, какая пачка тяжелая. Наверное, их много. Оказывается, это не витаминки, а шампунь. А я набегу увидела приорин коробочку. Даже подумать не могла, что есть шампунь. В общем, конечно, расстроилась я, потому что люблю воздействовать на проблему изнутри, а не снаружи. Эх, ну ладно. Итак, планы на сегодня. Разобрать елку, потому что закончился старый Новый год, белье поддевает, под джинсы, потому что, как бы, минус 25. Что такое, Злата? Какую елку разбирать? Еще долго. Будем ждать Новый год. Мало, смотри. Не хотят елку разбирать. Новый год почти через 365 дней. А елку мы уже поставим. Да вы что? Так, на что? Девчонки садятся. Злата, покажись, покажись. Такие, знаете, загореленькие и в теплой одежде. Ну что, девочки поедут за нами. У нас тут, видите, на ролсе образовался, как я вам говорила, такая трещина от мороза. Внимание, ребят. Прямо на моих глазах практически это произошло. Ну что, мы приближаемся к нашему участку. Сейчас чекну, секундочку. Вы знаете, спасибо, вы знаете, нас там ждут две овчарки, фишка, мартиша и карамелька, потому что у нее карамельные лапки. В общем, они очень выросли, очень сильно выросли, пока мы были на отдыхе. Их вообще не узнать, потому что нам присылают фотки, они уже суперзрослые. Уже они близятся, так скажем, к выполнению своей главной функции, такой, скажем, охраны, да, для овчарок. Скоро будут там лаять, когда кто-то подходит к участку незнакомый и так далее. То есть, наверное, такой будет, просто не верится. Они вот совсем недавно были и щенками, а сейчас будут такими большими овчарками, которые будут там лаять, охранять. Я вам почему это рассказываю, потому что меня удивляют комментарии, где мне пишут там, Вика, почему эти собаки там, не знаю, не с вами живут дома или что-то такое. Это овчарки, они охранные собаки, ну, как бы, это спокойно, как бы было так, я не знаю. Вот, это может просто кто-то когда-нибудь с щенками не понял, что это овчарки, не знаю, не знаю. Ну что, вот он, гостевой дом и основной. Ну что, ребят, вот, вот он, наш основной дом, красота просто, входная группа, второй этаж, гостевая зона. Девочки сели в машину, потому что у нас вот вкусняшки для собачек. Что тут у нас? Сосисочки. Сосисочки такие, да. Ну, карамельки, Мартиш понравятся. Они очень выросли по-любому. Да. Я видела, как Мартиша бежал. В этом месяце они в Москве идут на первое в жизни интервью, наши помощницы Юли написали, предложили. Почему не первое? Даже для влога. Ну, для влога, да. Ну, это такое, именно вот, настоящее, серьезное для детского радио. Как называются, я вам говорила, я просто не знаю этих персонажей, скажите еще раз мне. Веснушка и Кипитоша. Веснушка и Кипитоша. Вот, будут у Мирославы Златой брать интервью. Будем с вами, в общем, смотреть первое интервью девчонок. Даже не знаю, кто как будет отвечать. Это очень интересно. Я с удовольствием послушаю. Ты волнуешься, Мирослава? Или тебя волнуют эти сосиски? Я тут садись, не ухожу. Встречи с собаками. А, ну все, все. Слишком много новостей, слишком много эмоций. А меня ничего не волнует. Все, паника началась, паника. О, все, вот они. Давайте, угощайте малышу нем. Мирос, повернись. Это кто такой тут? Это кто? Это кто? Кто такой радостный? 10-15. Она убежит. Угу. Где вы были, Скази? Где вы были все это время? Мы уже так выросли. Вас не было целый месяц, почти что. Златочка. Что там? Греешь карамельку? Да, конечно. Да не холодно, не холодно ей. Не переживай. Молышня такая. На ручках гуляет, смотрите, да? На ручках гуляет. Я, наверное, ее опущу, потому что она очень тяжелая. Килограмм 15. Да ладно? Да. Да? Так сказали? Размер Златы и размер карамельки. Я сейчас упаду. Она слишком тяжелая. Надоело, признавайся. Нет, не надоело. Им нравится так гулять, Злат. Ну что, воздухом дышишь, лапки не морозишь, скажи, да? На ручках хорошо гулять. Злат, можешь походить? Ну что, прогулка с Мартишей продолжается. Мирослава, куда ты пошла? Пристроились, нашли, как гулять. На самом деле, такие разные по характеру. Карамелька вообще от Златы не отходит, просто нацеловывает ее, а Тишка носится. С Мироской убежали куда-то. Ой, Златы снежиночки отряхивают. Боже, какие они милые, ребят. Но выросли сильно. Неразлучная парочка. Златусь, скажи, не понравились им вкусняшки, которые мы привезли? Им ты нравишься, Злат. Солнце очень необычная Златы. И у нас после дачи семейный ужин. Смотрите, сугробы, сугробы. Разнимают парковочные места. И сейчас едем в сад, так что вкусненько поужинаем. Мишенки сзади едут. Где-то, 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 вот, вот. Ну что, кто проголодался? Я. Все проголодались? Ура! Ура, что вы проголодались, да? Да. Сейчас вкусно перекусим. Да, да. чай имбирный большой тречажки и один обычный сок. Да. И к таким лепешкам хумус и дзадзики. Ну как? А это сяне? Нет. Да. на всех. Это что? Крепешок. Соус кинчи. Время супиков. Время правильного питания. Да, блондиночка наша говорит, что время правильного питания. Приезжаем домой из ресторана и моя подруга Алена присылает из своего ресторана креветка оливье с креветками, потому что Максим очень предложил ей как-то сделать оливье с креветками. Алена пообещала ему сделать и вот выполнила свое обещание. И печеные перцы, и еще риет из креветок, еще пирог, еще булочки. и спрашиваются как мы сейчас будем все это есть, потому что мы уже поужинали. Ааа, что же делать, что же делать? Утро начинается. Наконец-то, ребят, я сделаю это. То, что я делать не люблю. Сейчас вам объясню, что. Та-дам! Сейчас еду на маникюр и педикюр. Представляете, в Дубае и на Мальдивах у меня так сильно отросли ногти. Такого не было ни разу в моей жизни. Дело в том, что у меня ногти вообще не растут. Они только чуть длину сделают и сразу обламываются. А тут они прямо посмотрите. Ребят, это вообще у меня такого никогда не было. Может быть, я даже попрошу небольшую длину оставить. Но не знаю, как без солнца они... Я думаю, что на солнце они так выросли. Я не знаю, как они будут здесь себя вести, если я ставлю длину. В общем, это так непривычно. Я могу всякие такие звуки делать. А после того, как я заеду в салон, сделаю маникюр и педикюр, я хочу заехать и купить вам подарок. Наконец-то, ребят. Потому что на Мальдив мне не удалось ничего купить, потому что мне ничего не понравилось в отеле, в аэропорту не было времени и, соответственно, вот уже здесь я куплю вам подарочек, который отправлю. Так что проверьте, написали ли вы комментарии. ко мне в сторис и в сторис и в телеграме я публикую победителя. День выхода видео вечером. Ну что, очень красивый получился маникюр. Оказывается, все-таки у меня были ногти поломаны под лаком. Не знала я этого, эх, но все равно очень красиво все получилось. Вот, а по поводу педикюра что-то я расстроилась, перфекционисты меня поймут. Посмотрите, как уголочки срезаны, но мастер мне почему-то не сказала, что лучше на такую форму черный цвет не класть, потому что это подчеркнет. В общем, перфекционисты пошли в чат. Самое интересное, что мастер мне сказала по поводу ног, черный будем цвет делать? Я такая, ну да, в принципе черный. Ну то есть, потому что у меня был до этого черный. То есть она мало того, что не отговорила меня от черного, так еще и как бы сама его навязала мне, можно сказать, ну как посоветовала, порекомендовала, предложила в первую очередь. Короче, знаете что, я не буду молчать. Сейчас на выходе, когда буду оплачивать, прям честно скажу, что мне не понравился результат. Хотя обычно я бы, наверное сказала, да, все нормально. Все нормально. Нет, нет, нет. Который левее. Да. Я сказала на выходе из салона, что мне не понравился педикюр. Представляете, я в общем не стала как-то замалчивать, а реально сказала и мне очень было интересно, как это реагирует команда салона. В общем, меня спрашивают на выходе, как вам маникюр, педикюр? Я говорю, мне не понравился педикюр. Меня спрашивают, почему, что случилось? Я говорю, мои ногти выглядят как обломанные ногти, неухоженные. Ну, то есть они с одной стороны большого пальца по факту сделали квадрат, с другой стороны большого пальца круг. И теперь выглядит как обломанный уголок. И в таком случае не нужно было точно черный цвет советовать, предлагать. А она мне его только и предложила, и я и согласилась. Я не знаю каких тонкостей маникюра, вернее, педикюра. Я только уже, когда она все сделала, увидела, что это трэш. Вот. Я просто немножко удивляюсь, как вот некоторым мастерам наплевать. Они просто делают и делают, а какому-то мастеру, знаете, не будет наплевать. Он скажет, смотрите, Виктория, у вас обломались уголочки. Если мы сделаем черный цвет, то это будет очень подчеркнуто. Может быть, какой-то другой цвет выбрать. Либо, если вы хотите черный, то лучше, конечно, уголочки дорастить. Но здесь мастеру было наплевать, и она мало того, что видела, что у меня вот эти уголочки, так она еще сама и черное предложила. В общем, я немножко, ну, говорю, что мне не понравился результат, выглядит некрасиво, неухоженно. Ну, мне сказали, что могут переделать. Сейчас я сказала, что мне нет времени. Вот, или даже, по-моему, мне не сейчас не предлагали переделать, мне предложили переделать потом. Но у меня нет времени, знаете, там отдельно ехать ради этого, ради этой мелочи. И в итоге, как бы, мне даже не сделали никакой там, ну, не знаю, какой-то, может, в следующий раз какую-то скидку. Мне не нужна эта скидка, ребят, вообще не нужна. Но просто именно работа менеджмента меня поразила. Они такие, да, сколько там, 14 с чем-то тысяч, там, маникюр, педикюр и чай. Еще странно, почему в этом салоне отдельно за чай берут. Потому что это для уровня такого салона, как бы, я считаю, недопустимо, потому что нужно чай включать в счет, как-то это будет правильнее. Потому что несколько салонов в Питере такого уровня нигде такого не делают, как и здесь. Поэтому, ребят, мне в этом салоне даже не захотелось покупать вам никакой подарок. Раз, заеду в другое место и выберу вам что-нибудь интересненькое. Ой, вообще не знаю, почему люди так работают? Очень странно. Ведь это логично. Вот кто из сферы услуг? Расскажите вообще как? Как вы считаете? Ну, вы сами видели, как они мне сделали и сколько это стоило. Ненавижу. Вот больше всего ненавижу. Вот я постоянно делаю вам обзоры, рассказываю, делюсь впечатлениями. И самое бесячее, бесячее, такое же бесячее, как слово бесячее, это когда цена не соответствует качеству. Это вот самый важный критерий. Я приехала в косметический магазин, чтобы купить что-нибудь вам интересненько есть. Главное не упасть, пока я иду, потому что здесь скольчика с нежным. Итак, ребят, закупаю вам подарки. Я себе взяла вот такие вот пакетики. Это моя любимая маска для волос. И вам тоже возьму попробовать. Для вас беру. Вот это для вас. Мой любимый крем для тела Султан де Соба. В общем, аромат сумасшедший. Будете пользоваться, будете меня вспоминать. Ситуация выходит из-под контроля. Ой, молодой человек, мой зритель. В общем, представьте, я выходила через магазин. Как он называется? Я даже не знаю, что это за магазин. Глория Джинс. В общем, у меня машина там стоит. Думаю, не хочу по холоду идти, пройду через магазин. И увидела вот этот свитер. И решила, в общем, Миросики купить. Очень крутой. Надеюсь, ей подойдет. Упаковываю вам подарки. Передаю своей помощнице, которая вам отправит вот эти три маски мои любимые. Попробуйте. И Султан де Соба. Невероятный аромат. Это все достанется кому-то из вас. Просто напишите комментарии. И среди комментариев я выберу того, кому отправится приз. А кто же, кто же получит этот приз, смотрите в день выхода видео у меня в сторис и также в телеграме еще в комментариях я продублирую победителя. Всем пока и ждите следующее видео, потому что там будет невероятная новость. Я вам ничего не говорила. Надеюсь, не все досмотрели это видео до конца. В первый раз я такое хочу. Я думала, Не, мы не будем хайпить на этом. Но новость, кстати... Покруче. Ну, для кого-то покруче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok